Айдар Гузаиров, основатель и генеральный директор группы компании InnoStage. Все правда? Расскажи мне, как долго, почему, зачем? Во-первых, глупо отрицать все правильно, у тебя там правильные сведения. Достоверные? Абсолютно, да, как обычно. Группа звучит все чаще и чаще. Приятно это слышать, на самом деле, в условиях такого информационного булшита, все-таки пробиваясь сквозь большие рупоры. Но сегодня вы соорганизатор PHDs. Во-первых, что значит соорганизатор? А во-вторых, уже подходит к концу PHDs и можно просить не про ожидания, а про итоги. Как они выглядят для вас, для планов, задумок? Да, на самом деле, по поводу, может быть, планов, задумок и подведения итогов. У меня прям такое ощущение, что осталось там сколько-то десятков минут до окончания 12 PHD. И давайте посмотрим наверх. Такое ощущение, что природа начинает плакать. Ну, какая-то такая светлая грусть возникает, на самом деле. Если говорить про итоги, я реально очень рад за компанию Positive, которая организовала это мероприятие. И, на мой взгляд, они прям действительно себе создали новую очередную недостижимую вершину. Если говорить про результаты, мне кажется, самый страшный результат – это трудно подумать, о чем можно будет удивить еще и в 13 PHD. Но эти смогут, наверное. Я верю. Хороший соорганизатор, я считаю. То есть, в том числе. Скажи, пожалуйста, а как выглядит версия региональных подобных ответов PHD? Вы планируете проводить нечто подобное мероприятие в Казани? Ну, в Казани мы выступили опять… У нас какая-то интересная, да, такая роль. Мы выступили в роли соорганизаторов «Казани Digital Week». То есть, в свое время мы это мероприятие фактически участвовали в его создании. И в этом году в первый раз «Казани Digital Week», КДВ, как мы его называем, оно вышло на федеральный уровень. Вот Максут Игорь Тишадаев, уже руководитель оргкомитета этого мероприятия. И в сентябре мы всех ждем в Казань. Будет, наверное, несколько иной взгляд на подобные события, но в то же самое время это одно из крупнейших региональных мероприятий, которое выбилось на федеральный уровень. Но с этим тоже трудно поспорить. Скажи, пожалуйста, и на встрече. Все-таки, как я понимаю, спектр тематик отраслевых срезов, он очень широк. От критической инфраструктуры до госструктуры и прочих-прочих-прочих вещей. Каким образом в нынешних условиях удается справляться с разнообразием заказчиков и поддерживать разнообразие компетенций на своей стороне? На самом деле, с одной стороны, да, казалось бы, спектр широк, но, с другой стороны, все-таки он фокусируется в определенных отраслях, он фокусируется в определенном сегменте рынка. И точно так же есть фокусировка в собственных экспертизах и компетенциях. И мы не зря в третий раз действительно организатор здесь PHD, и мы не зря помогаем проводить компанию позитив в тот же стендов, потому что одна из ключевых компетенций – это кибербезопасность, и это именно практическая кибербезопасность. То есть борьба с живыми хакерами. А что вы с ними делаете, с живыми хакерами? Ну, они остаются живыми, во-первых, да, чтобы тут не было никакой такой излишней интриги, с одной стороны. Но, с другой стороны, я считаю, что крайне важно, когда ты действительно занимаешься информационной безопасностью, понимать, как работают хакеры. Не понимая, как работают хакеры, не понимая их майнсет, наверное, трудно с ними бороться. Любопытное наблюдение за рынком, за компетенциями. Понимаю, что вопрос непростой и наболевший. Но у меня есть сомнения, что всем перечнем тематик можно хорошо, внимательно заниматься, инвестировать. И всегда нужно тебе, как генеральному директору, делать какой-то выбор, расставлять приоритеты. На твой взгляд, какое любимое направление должно быть? Или хочется, чтобы оно было? Хороший вопрос. И я даже как-то подрастерялся, на самом деле, с точки зрения того, какое любимое направление. Но мне кажется, окей, из тапочек генерального директора, мне кажется, надо думать не столько про любимое направление, сколько про любимое детище. И это компания. Наверное, все-таки мои основные вопросы, это вопросы управления компанией. И исходя из этого, наверное, самое главное, это определить те самые цели и вектора. Куда мы должны идти? И эти вектора так или иначе, это все равно история про фокусировку, про концентрацию, это не про какой-то такой абсолютно широкий круг векторов на 360 градусов. Но приоритеты никто не отменял. Приоритеты никто не отменял, как я говорю. А компетенция именно в области кибербеза, если так вот широко смотреть на айтишный сегмент, конечно, для нас кибербез один из основных векторов там, где мы развиваемся. При этом тот же кибербез, мы, наверное, смотрим на него немножечко шире, так как есть определенные компетенции в области и построения тех же самых инфраструктур. И мы скорее идем в рынок с неким посылом про киберустойчивость, про то, чтобы создавать устойчивый фундамент для развития бизнеса наших заказчиков. Готов поддержать своевременный тезис про киберустойчивость. Но опять-таки, прости мою занудность, все-таки будут докапываться. Правила жизни, оно цинично. Если всего не хватает на всех, количество всех надо сократить. От чего приходится отказываться, выставляя приоритеты? Чем руководствуешься в принятии подобных решений? Ну вот, мне кажется, очень хороший посыл – от чего отказываешься? Потому что там вопрос той же стратегии – это вопрос, чего не надо делать. И, наверное, сейчас не хочу проговаривать слух, но мы прям целенаправленно периодически отрезаем и отрезаем какие-то собственные направления. Ну, именно как направления, в которых мы либо не уверены в будущем… Либо они уже сейчас становятся неактуальными. А за последние полтора года мы действительно оказывались в новом мире, и многие компетенции, которые были у нас востребованы еще два года назад, сейчас они, к счастью, к сожалению, как угодно, но это данность, они сейчас просто в России не востребованы. На зарубежный рынок мы пока с ними не вышли. Я совершенно согласен с тобой, что полтора года назад мы жили в другом мире. В том мире были западные вендоры, западные игроки, западные партнеры. Они ушли. С ними уже решение, что-то еще ушло. На твой взгляд, что с этим уходом западных коллег мы потеряли, а что приобрели? Ну, давай опять вернемся немножечко к кибербезу. Все-таки кибербез, наверное, с 2014 года начал уже как-то так чувствовать на себе, подобно чувствовать на себе, ну, скажем так, западные компании, которые работают в области кибербеза с 2014 года в России, на себе уже ощущали некий регуляторный прессинг. И так или иначе, мы как игрок кибербеза уже очень много внимания обращали на именно российских вендоров, на российских производителей. И, наверное, для нас вот эта шоковая составляющая с уходом западных вендоров, она коснулась, с одной стороны, в меньшей степени. С другой стороны, мы, наверное, все находимся плюс-минус в одинаковых реалиях. Сейчас на российском IT-рынке, ну, действительно, есть определенные белые пятна, белые пятна технологических партнеров в определенных областях. Это области какие-то истории про большие вычисления, это история про большие хранения данных, какие-то, наверное, высокоскоростные сетевые истории. Это то, что сейчас нам надо будет восполнять. И здесь же, если говорить, что мы что-то потеряли, наверное, что-то мы и приобрели. И мы воспринимаем текущее время как время окна возможностей. И нам важно это время не упустить именно как окно возможностей. Согласен. Ну, по-моему, я не помню в России других времен, когда бы у нас не было... Были бы иные времена комфортные, без окон возможностей. Но если... Ну, здесь скорее, да, та самая история про белую и черную полосу, да. Теперь мы понимаем, что та полоса была белой. Совершенно верно. Если позволишь вопрос, который я задал бы министру связи Максуду Шадаему, но я дорисую его тебе, потому что в этом кресле ты, а не Максуду. 22-й год стал прекрасным годом с точки зрения пиара для отрасли кибербезопасности. Никому не надо доказывать ее актуальность. Вот то, что мы делали до этого, пытались обратиться к народу, к гражданам, к регуляторам, к бизнесу, все пошли, обернулись к нам. Популярность кибербеза, она зашкаливала. Но Россия страна маятника. Из одного положения она может уйти в другую сторону забвения. Вот что нам нужно сделать, чтобы кибербезопасность не оказалась в состоянии забвения? Ну, только повторить 22-й год не предлагай. Спасибо. На самом деле, интересный вопрос. И первый раз предлагают ответить вместо Максуду Игоревича. Два года назад на 10-м, получается, юбилейном PHD мы как раз сидели в пленарке на сцене и говорили о том, как здорово было бы, чтобы руководители компаний узнали, что такое кибербез. Чтобы они об этом задумались, чтобы они обращали внимание и так далее. Бойтесь своих живаний. Это случилось. И никто из них нас не слышал. Ну, мне кажется, есть другие структуры, которые как-то достукиваются до них. Либо регуляторы государственные, либо те же самые хакеры, которые до многих, мне кажется, достучались, к сожалению. И если говорить, наверное, про именно текущий момент, я его для себя определяю таким моментом хайпа кибербеза. И как любой момент хайпа, он не навсегда. И я опять вернусь к термину «окно возможностей». Я считаю, что оно рано или поздно закроется. И если говорить о том, как будем жить дальше, мне кажется, это очень интересный и серьезный вопрос. Я считаю, что сейчас есть уникальное сочетание событий, внешних факторов и так далее для того, чтобы консолидировать саму индустрию кибербезопасности. И площадка, на которой мы находимся, мне кажется, это один из тех шагов, который, так или иначе, нас сближает между собой, нас заставляет задумываться о неком все-таки едином целеполагании, а не о простой конкуренции или борьбе. Я очень надеюсь, что подобного рода события нас будут сближать, будут заставлять нас задумываться о каком-то действительно другой миссии и другой цели у нас здесь и сейчас. А если говорить, может быть, еще и таким взглядом вокруг бизнеса российского кибербеза, мне кажется, что мы сейчас очень интересны потенциально зарубежным партнерам. То, что творится сейчас в России, наверное, не творится нигде в мире. И нам точно есть, что рассказать, что показать и что предложить своим зарубежным партнерам. Я думаю, что это еще один из векторов, который может объединить индустрию в неком едином целеполагании. Тогда последний вопрос со звездочкой. Будем считать, что это штрафной за опоздание. Родственные по духу нам рисковики. Но они мыслят примерно такими же категориями, как кибербезопасность, вероятность наступления риска, приоритизация и прочее. Не так давно я слышал из их уст один термин. Риск наступления положительных событий. Вот на твой взгляд, каких положительных событий нам следует опасаться? Да. Со скверки. Я не опаздывал, да, я понял. Ну вот, давай порассуждаем, да? Исключительно. Я уже говорил, да, про историю два года назад. Пускай руководители знают. Давай достучимся до руководителей. Вот как оценивать это событие? Можно вопросом на вопрос? Вот мы же хотели, чтобы руководители знали. Супер. Прошло два года, они знают. Как вот это оценивать? Мы к этому не готовы, потому что специалисты по кибербезопасности, готовых с бизнесом говорить на понятных ему языке, можно пересчитать на пальцах сильно пьющего фрезеровщика. Вот на самом деле, да, очень хороший вопрос, насколько готова индустрия. Да, действительно. Я не могу все равно как-то придумать какое-то хорошее рассуждение на твой вопрос по поводу положительного. Давай оставим многоточие в нашем разговоре, и будет повод еще встретиться еще раз и уже поговорить. Супер, да. Я пошел рефлексировать. Спасибо большое. С нами был Айдар Гузаиров, основатель и генеральный директор группы компании InnoStage. Спасибо. Я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!